здра здрасте я кстати ребятишки плохо помню на чем вообще становились мы эту башню типа зачистили да а куда мы дальше собирались а ну наверно вот да наверное вы короче собирались затопать как-то так за какая-то деревушка есть какой-то залив стеку можно посмотреть что-то такое потом вот пойти в эту деревню вид брейк так садеряешь можно по-моему расспросить что-то про еще вот эти вот артефакты мне вроде бы готовы по в этом говорил да к это в контквесте а потом вот туда активное здание под землей тут еще к это башня кого ведь бурь поэтому наверно как-то вот так вот мы будем действовать не если я не ошибаюсь мы наверно как-то так и планировали так что у нас весом ой где там где-то в наш инвентарь то а с весом все отлично хорошо бы я ничего тоже подзабыл вроде бы и не так давно запускал ту ворот но все-таки блин проклятый склероз ребята это страшная вещь я уже побаиваюсь как бы блять и однажды не забыть как меня зовут там или где я живу представляете из такой произойдет этаж вообще страшная вещь смех смехом но вещи ты реально страшно и кстати там еще братишка подсказал где если что можно найти у тех вот чуваков которые украли вещи у того чувака по квесту вы поняли хочу хочу которые украли вещи у чувака но который квест у нас тут ста верно на перепутье и в общем говоря если что потом можно буду дальше тоже сбегать и вроде был помню где это и возможно заняться этим квестом ну в целом как я уже говорил какой-то большой необходимости в этом мир это даже и нету потому что ну квест как везда там получим какой-то золотишко какой-то опыт я не думаю что если мы его не пройдем то там так уж сильно что-то потеряем да и плюс еще часто бывает что ты туда потом как-то по квесту даже прибегаешь да не хотел не хотела потом хопа и прибежал туда еще как-то вот не прикольно они заполнили мир да то есть я тоже самое облию напоминает тоже ты бежишь по дороге и вот хоп тут какие-то разбойники хоп тут какая-то горгуль и вот эти верни эти виверны до постоянно кого-то встречаешь ну как даже и не в тему если честно ой блять какие доебалась да в общем медленно этот хп отнимается да смотрите вот эти поет рванул духа очень медленно у нее отнимается реально вообще эффект отравления здесь самый слабый стак смотреть если честно да ну реально из всех видов урона отравления полу самый худший я даже не знаю если смысл его собирать потому что ну в чем-то он прикольный да постепенно снимает хп но именно в том-то и прикол что постепенно и я бы не сказал что он как-то так очень уж классно так достаточно слабовато на уровень да и я жгут бежишь этого в облионе но не так было там ты конечно тоже встречал вот так вот соперников но не так часто не так много а тут реально блин почти всех своих соперников где-то у дороги вот так вот и встречаешь да чуть-чуть пробежался кого-то встретил чуть-чуть пробежался там то гроб это разбойники если поначалу это даже возможно тебе и нравится потому что тебе сон до прокачиваться и все эти сражения для тебя будут проходить впервые да как бы то со временем уже больше под раздражает особенно карты какие-то условных волков встречаешь дата был потрошитель дал условных волков там встречаешь или вот кого-нибудь там такого на 30 рот опсов похож стать опять-таки за другие какие-то потрошители обратили внимание переха не живущие были дамы тех вообще с одного удара убивали но падала с них тоже самое мясо мускул потрошитель да и они выглядят по другому там тепло по-другому вы видели тоже как динозаврики но немножко иначе а вот и такие башки как у этих динозавров трицератопсов до схожие то сижу тут еще прикол в том что они даже кого модельки животных там модельки противников они как бы их тоже немножко так сделали разные то есть их обычно там есть какой-то вид монстра и все это тупо на купе пасти ну вот опять эти тут потрошительно уже другая внешность кстати уже похоже на того которых мы раньше встречали да обычно да сделаю то же самым принципе от облививания даже если посмотреть да они сделали допустим вот модель какого-то противника и все я не тупо такие же встречаются на постой да здесь как вы видите то есть даже различные было встречаются это были нотарианно стоит отметить если что такое зеленая смотреть а трава такая если буду что ты какая-то особенная трава то знаете очень меньше судит чуваки блин я так в нахуй полез даже не последием хп совершенно может быть и зря да да я чё так даже даже не следил за хп уже привык то что вы всех выносим и даже чуть было сейчас не поплатился за это как видим и место с принципе довольно таки различная да вот сейчас тоже такое побережье мы выходим в принципе такая территория интересненькая да так давайте сюда на расставится вообще очень интересно бы посмотреть вторую часть поработают и они над ошибками во второй части то что ну в комментариях кто что пишет да кто-то пишет что первая часть самая прикольная ну на его взгляд на так сказать на его скромное мнение так сказать да кто-то пишет что в то что вторая там в общем да и поэтому тут как бы мнение разделяются ну как это обычно и бывает а тогда если честно я короче даже пожалел что это отравление я поставил на мяч потому что ну блин серьезно такая себе какая-то хрень да ну со временем только коцет просто это время очень длительное как правило уже сражение заканчивается довольно таки быстро пока это отравление еще значит только начинает действовать да поэтому такая себе хрень действительно ну а вот и деревушка собственно говоря квестовый мужичок ну блин и деревушка ведь неплохо сделано да вот согласитесь туда же населенные пухты они в принципе ну довольно таки разнообразно это сам то видели ну надо же еще один желторотый собачок пришел свататься к моей дочери желторотый собачок придержи язык старик я твою дочь вообще не знать не знаю это ты правильно вот и не знай дальше целее будешь приходил тут один такой весь распаленный терон холос его звали ничего через пять минут уковылял с помятыми ребрами и фонарем под глазом держу паре и он меня не скоро забудет а вообще надо сказать что не такая уж и тряпка может смог бы мне пригодится я не шучу не знакомец мне нужно чтобы этим вшивым лакосос прикатил клеится к моей дочери ну так что же дело сходи к нему и попросить дверь держаться подальше что же я преподал ему урок пожалуй не буду между сладом давай хорошая звучка ему не помешает после этого он сюда близко не подойдет где его найти его зовут эрон холос он живет в клавелле когда закончишь возвращались и получишь награду суши почему ты прогнал террена холоса когда он пришел присыть ее руки почему-то потому что он мне не это позволил ну что это за мужчина скажи на милость который позволяет какому-то старикашке вот так запросто тебя вышел я скажи а какого мужа ты хочешь за своей дочери я хочу для нее мужика или какого-нибудь хлипкого поэта или бить читателя в облаках летающего да ну то до свидания на речь и ухажер такой кстати забавно довольно таки квест только я очень понятно а где мне искать этого чувака он так сказал живет там да он живет в какой-то залупе а где-то залупа находится если честно не очень порядок в клавелле в каком-то он сказал ну ладно может как ты найдем такого клава или как он сказал просто это что-то на дневнике ничего не увидел никакой пометки ордена карте я не нашел сам кое-что реально забавный такой конечно получилось батька ищет мужика для дочки до козел блять старый для и красивые места как бы есть смотрите какая красота да вообще освещение очень классно сделано водичка прикольно это такая вообще в принципе полюбоваться есть местечки неплохие ну и вообще в плане именно графона и визуальной составляющей мира окружающего опять-таки обливу ну мне кажется нового утирает нас так еще какой-то квест доброго здоровьичка юноша желаешь ошибки попробуйте нет благодарю не сегодня жаль жаль я не желаешь ли помочь старику смотря чем помочь понимаешь к нам каждый год заплывает огромный косяк рыбы вот и сейчас вот здесь а а в том месте где вы рыбачьего бы что ошибается вирку со своей пиратской шайкой что я могу сделать а ты пт потрепись и вы расскажи что детская через западный пролив вошел с корабль идет груженный золотом вверху жадный он как пить дать туда откидется а мы медлить не будем поверь поверить его хлебом не корми а дай поверь выведать какой-нибудь секрет у путешественника притворяется купцом хитрюга сам головорез еще тот с эти забавный моменту типа разговаривает так необычно все те опять-таки это побочный чувак побочное задание а у него типа как уникальная манера речи и он же что-то тут здесь а даже сказал то есть школа братишки уважаю вообще я попробую поговорить с виргу где он сейчас покажи да вроде потока шоу был заливе стикл где-то на побережье ступай туда там отыщешь а умно ли это врать пирату он и обидится может не волнуйся уж кто кто а виргу найдет кого ограбить не станет он тебе мстить нет у него времени на такие глупости уж поверь знаю что говорю расскажи мне объем тьфу о нем ох тут слух ходил что вся прежняя команда у него раз и исчезла не сухо не духу а потом у новую команду набрал и все тут а все тут а плавает вы мне пора свиданечка блин такой реально квест на пахом и такого деревенского до настоящего прикольно вот если по нему еще какой мы бы внешности вот он знаете уникальную такую сделали да то вообще цены были было квесту такая залив стику это в ту сторону идти да да это в ту сторону да вот видите вот вот пирата показала нам на карте кстати говоря вот этого ухажера из клавелли почему-то не показывает странно до повторюсь а меч больше я отравлять не буду в натуре это самый фигулы какой-то урод если честно его вообще не понимаю чем смысл такого урона но это только если куда длительное сражение наверно да но опять таки длительная она будет только с кем-то крутым типа того же угро условного да там или кого такого там или циклопа а по ним же это вообще понтовые понтовые эффекты от отравления накладывается вы помните вы пару раз то делали это вообще понты так ну вот такой торгаж даже есть смотрите можем уж посох продать ну вот я жду посох некроматам его раскачегали он сразу стоит 460 золотую так ну вот тут манчу три с лишним тысячи но все остальное нам надо душа да по ходу да хорошо так что у тебя есть смотрим так у него есть значит вот алихера у него нет кстати говоря да я теперь просто не буду брать эти вот все единые иглы там до лезвия уже буду брать только эти ловушки которые наши типа как основные ой так это что в принципе неплохой меч что у нас другой нас длинный меч мощь и оркобой блин кстати вот оркобой такой да простудил вес 6 то есть есть надежда то что это одноручная понимаете у тебя сейчас урон больше чем у нашего давайте купим сушки деньги нам позволяют сразу да так а счета такого нету у нас да окей мощь весов ладно укрепли вообще товаров кита особых таких не было такой себе торгашек так вот еще какой-то торгашек так у него отмычки фиговые ковчаные но это ползучий плюш это школа это школа земли кстати говоря поэтому давайте возьмем даже так ловушка 5 его прикольных не было вот такая-то магия но торжавые доспехи ну возьмем продаем не пользуюсь толком и вот дай ползучий плюс уши усеивает землю щепким цепким плющом который до короткое время задержит ваших противников вообще такая себе магия ну может быть мы и найдем и применения такая тоже какой-то квестовый дядька да ты смотри если тут квестовых очень много чуваков о что я вижу честное слово поведут и валите наемник а если бы я и вправду был наемником а если бы ты был бы наемником я бы попросил тебя помочь там справиться со скалупари от них никакого спасу нет и конечно же ты предложил мне солидные вознаграждения так конечно мы по всей деле собрали шесть с половиной сотен золотых чтобы заплатить тому кто это сделает прекрасно я берусь за это задание скажи где его искать иди на юг в линии прибоя там ты найдешь их лагерь ты можешь искать не побольше об этих скалупари нет но я знаю одного мага который может он живет в башне неподалеку а в деревне по за последнее время не случалось ничего необычного нет все как всегда родилось несколько детишек огромная волна унесла несколько рыбаков ничего нового что и делают эти скалупари что вы их так боитесь сначала они просто рвали наши сети потом начали таскать пойманную номер и было теперь теперь даже страшно подумать что еще один могут придумать счастье тебе что за скалупари это типа какие-то чудища так понял да утопцы какие-то так ну чё вроде бы со всем переговорили вот разве что вот а вот еще какие-то девочки волшебный источник но они типа а там еще даже какое-то продолжение что ли деревне блин да ты посмотри тут деревушка реально не маленькая это же фигеть странно вот тут типа как покинул такая такая хатынка и даже сундук как вот есть да его даже можно взломать видите по никто не против интересный так рубин защита от огня штаны хреновые так зелье берем золотишко призвать в бой на преисподней да это надо школа баги огня ну да типа нету написанного этого текста что типа стража пронюхала портрет оленя необычно так ладненько угой тут даже дофигас этот шкаф какой то есть быть прочный замок от нар тяжело будет открыть они не фига на малек так что у нас тут делится магнезит а тяжелая бомба так отравленный щит создает защитный байер наносимый противником я давно это магия них романтии концентрация школа воздуха и призвать октогрона еще одну карточку нашли так 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 это чё за сундучок так хреновый шлем поставим раз уже нас уже есть отравленный урон вообще да я жгу кстати головобой даже такой же есть пол ну да да о можем улучшить класс теперь у него урон ну в принципе такой не сильно сорта хороший такая то можно даже взять да и пойдем стоит неплохо и так ну а тут уже ничего хорошо да хоть странный домиком типа как в деревне находится но при этом типа как мне в деревне да его можно так вот просто обшмодать такой странное местечко да я сама магию не буду меня до меня устраивать мой адамантиновый щит зачем этот щит с отравлением правильно так ну что у нас значит получается вдоль побережья он говорил идти а встретись магом он расскажет вам о скопуаре ага я понял то есть сначала насти посматривать это да сначала дать пойди пойдете в залив стикл поговорю с императорами а потом туда уже будем разбираться с этими скопуаре вернутка то так будет действовать ребятишки ребятушки кстати будем пробегать давайте сразу продадим может быть посох чтобы немножко еще избавиться от веса а то мало ли вдруг потом нам не будет хватать до этого самого вес хотят конечно сомнительно но тем не менее с этим упал виновые вещи какие-то появились и мне кажется мол его штаны можно наши уши кстати говоря отлично так мы все продаем посох дал они 142 золотого всего же стоит представляете чуть не густо не густо не густо так ну все знаешь мы мы топаем к пирату да вот все засадимся и потопаем 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 к пират да со скопуаре ведь такой даже квест типа как любопытно тебе сначала на то с каким-то магом переговорить он тебе расскажет что это за скопуаре да может быть даже какой-то бед метод их выведения тебе подскажет может какой-то особенный метод будет кстати прикольно когда водичку заходит даже так немножко и скорость передвижения падает тоже такой момент прикольненький а вот пиратские корабли уже видны бреду реально туда же графон опередивший временно серьезно местами встречаешь такие места вот где графон по сути сейчас бы выглядел вполне себе неплохо кстати этот корабль вообще как-то попасть можно просто я не вижу подплыть мы туда подплывем конечно если доспехи скинем но просто мне кого нету трапа или чуть быть такого чтоб подняться наверх а ну вот и виргула чем только один стоять и о чем так ничего не боится что ли просто факт его как можно было бы прогнать просто пизды ему сейчас дать и выдаю все эти были что он там один стоит если по одном там быческой то команды бы стоял хотя нас боекоманда конечно не остановила но это хотя бы что-то да так что-то это как-то опрометчиво с его стороны хотя может он вообще крутой спас у тебя да это может быть он только кажется как обычный лохопед которых уже встречали не отдал вот даже пиратов игре есть хей странник позволь представиться я виргул купец мореплавателя кто ты так как ты и заметил всего-навсего путешественник и скажешь тоже всего-навсего то небось везде побывал во всем слыхал может знаешь что-нибудь интересненькое может быть может быть но скажи сперва ты что то что такой достойный мореплаватель как ты делать в этой унылой всеми богом богами забытой бухте тебе бы сейчас плавать плавать хороший вопрос и скажите я правду так и быть представляешь один из матросов утащил у меня компас избежал нельзя выходить в открытое море без компаса то что ты ну надо же а ты не пытался отыскать без беглеца интересно как ты думаешь компас сейчас где-то в пещерах кто знает может быть может быть о правда попробую тебе хорошо заплачу если ты найдешь его а какого рода торговли ты занимаешься такой которая приносит золото ну ты же не надеешься что я буду раскрывать знакомства свои торговые секреты правда дорога зовет меня удачи так поиски компаса так он видите он здесь застрял потому что компас не может найти нам тут деревенский сказал его типа объебать на деле оказывается что он просто компас потерял из-за этого не может отплыть а компас где-то там да кстати диалоги опять таки проклацывались но разок или два это действительно я случайно клацнул как бы правую кнопку мышки а несколько раз собой собой типа проклацывались очень быстро почему-то но дело прошел очень быстро где очень часто я замечают прикол эти мирные задолбали если честно да очень сейчас такой прикол еще вот этому ту ворусе я уже жгу я обратил внимание что допустим на как-то пещеру выбраться непонятно как наверх что и убежать да но как-то само по себе вот и допустим разговаривали с каким-то npc и она тупо слух эти портал я его не активировал еще до сих пор дал бы отлично и она тупо как-то само по себе короче берет хопа типа и проклацывается диалог очень быстро что ты прочитать просто не успеваешь очень часто такой момент блин конечно расстраиваются через растения но вы посмотрите за верны вот и выживите а тут уже другие потрошители опять-таки потрошители типа с башкой маржа такое похоже баржа ой я щас убьет ты даже вивер на видите плат разные есть там черного цвета и зеленого и вот эти вот потрошители тоже то с башкой 30 раз топса с башкой маржа прикольно так гадючник кстати говоря это можно взять как вы все помните гадючник в поле себе неплохой растениц с уровнем следующем кстати говоря о еще принципе так хватает хватает опыта но хотя кстати я очень вероятно что мы когда найдем это вот пещера стекута вот и когда мы достанем компас то очень вероятно что и уровень объем так ребят ушки я отошел чайку попил тут какой-то хрестон или хрестон до задания а задание выполнено поиски компаса такая чуть-чуть за задание что ли и что в этих пещерах подавилась такому оборванцу нужно найти где матрос команде виргула мог спря а я пожалуй помогу только пообещаю что ты мне поможешь тоже кое с чем суши не буду я ничего тебе обещать во первых я не знаю что это такое что во вторых да вот увидишь для тебя это сделать раз плюнуть а для меня очень очень важно ты подумай хорошенько без меня ты тут ничего не найдешь хорошо если сам не потеряешься он дадает это уже слишком ты заслужил хорошую трепку щенок а хочешь драться с удовольствием защищайся оборванец серьезно я называю это барванцам блять когда я в таких доспехах с таким мечом блять а он быть какой-то обоссады в портянках с этой дубинкой блять пиздец а куда видите блин очень медленно этот яд действует она вообще там бред не так 3 хп в секунду сносит верно если не меньше раз пиздец полный сюда зря я поставил на ядовитый урон конечно а так у него и был компас представляете 50 золотых и какая-то мозгобойка поэтому и квест выполнился когда мы его нашли то есть он по ходу спиздил будут еще как пещера давайте раз мы сюда пришли давайте сразу пещеру посмотрим кстати опять-таки прикольно получилось до квест выходит как выполняется ты можешь типа пойти по его поручение он бы на раз попросил бы что-то в пещере найти скорее всего это понимаю да мог вот просто его ебануть и забрать компас как бы и квест прошелся да то есть опять-таки по бочка но какая у тебя и свобода выбора довольно таки неплохая номера посуду что мы какой-то лохопед дал не думал что он у такого буду очень нарвется да как бы но такое вот да надо было дуба для перезачем ляпать да ты вижу такой пацанчик крепкий пришел блядя так что тут за пещера блядь выходи выходи где бы ты ни был а так от учет никого нихуя нету а так это и вся пищи так о чем прикол пещера еще не путу такой-то духа и мужик только лежит странно наверное если бы мы бы по квесту бы сюда пришли да ну типа он бы нас попросил бы там что-то сделать то наверное бы мы тут бы и какого-то противника бы встретили я так понимаю потому что ну так пещера разве что вот какой-то сундук есть с отличным замком может когда мы откроем сундук что-то произойдет как думаете типа сундук проклят или что такое так рукавица херовая но зелье берем урон молнии золотишко зелье берем аметист но это три минуты ну бомбу с лезвия просто одна штука из этого и брать не хочется да странно как пещера надо если бы вы на раздали бы квест да если бы согласились бы ему помочь я так понимаю что наверное что-то в этой пещере было бы да так типа из-за того что мы просто сюда вошли то там нихрена и не буду с другой стороны тоже неплохо да и сундук то был который еще и никем ничем не охранялся то есть довольно таки неплохенько да это подозреваю часто на этому пирату дадим компас и наверное уровень подым я так думаю братанчик брата танчик вот вернулся ну как удалось найти компас да вот я через не стрелочку не вижу а ты рисковый парень вот твои деньги держим а мы поплыем отсюда хрум кто знает может мы еще встретимся в будущем увидимся странник так 990 золотых и короче говоря 303 с опыта ну кстати квест был очень простой на самом деле на этого пирата я вообще думал то что все будет к этому посложнее если честно да реально я думал то что будет посложнее тут все присудовки просто этот же телепорт мы открыли я чё предлагаю пацанята я чё предлагаю пойти сейчас в телепорт и протонуться вот туда вот где мне братишка вроде бы как подсказывал что где можно найти у тех вот чуваков кстати муры так и не подняли да совсем чуть-чуть нам остается дадим можно найти вот контрабандистов у которых та штука которую мы ищем уже через на сколько времени можно сразу заняться вот смотрите по моему где-то вот здесь вот вот в дару тебя телепорт и помогут этот дорож какой-то вела вот он сказал потому что тут по ней идти и мы как бы найдем то что ищем так вот 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 помню эту дорожка да 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 вот вот и там типа наверх если идти там было это самое да там были еще виверды я тогда туда собрался пойти а потом передумал а браток не написал то что именно там то и будет то что мы собственно говоря ищем я уже надоели катать и вивер на реально блядь еще и медведи что-то ебаться тут пиздец просто вот хуль ты решил для доебаться то боёв медвежат я нашел до кого-то ебаться а удал он какой-то штырь и прикольное имя штырный штырь пещеры северного блюда наконец-то фенч уже начал подозревать что вы нарушили соглашение давай выкладывай что выкладывать пароль какой пароль 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 скажи пароль потом заходе понимаешь прохода нет это же прикольно да вот насколько круто то есть получается ты вот так вот заметил только это дорожка с вывернами думаешь дали его нахуй а тут оказывается еще какой-то квест да блять и как пещера оказывается то есть вот так вот и но раз можешь так абсолютно случайно найти а так это и есть по ходу то рыбацкая деревня на и называется клобали потому что видите навязчивый ухажер и в поисках компаса и в поисках мага его весь рыбка да то есть мы там должны этого ухажера поход найти так понимаю так я порой то не знаю как него узнать чем а можно ему пизды дать дать сохранимся не помнили сохранялся или нет ауда а задание не выполнено прохода нет но я просто реально я даже не знал где можно как бы честно говоря до выкупить этот пароль а так мы по крайней мере двери откроем и возможно в этой пещере будут типа эти контрабандисты для что а да вот какой-то морды а он сразу такую да и батя не слабенький здесь пиздец а их тут еще есть пацаны пришли да давайте хоть этот поставим что ли а давайте на колду его ну а видите да вы видите его захватила класс и работает вроде смотрите да а если вы пиздить в это время а его убил сразу и просто интересно если я урон буду наносить то но эффект это снимется то что его типа держит или будет продолжаться еще интересно чуваки меня такой потому что я того ёбнул или потому что они бы любом случае мне атаковали но я думаю то что это место что этого чувака убил хотя как они об этом узнали да если они хуй знаете находятся блин пока что тут ничего найти не могу квеста вода финч может у тебя тоже нихуя у него только лорочи меч пока что да неплохо надо походу именно то что нам нужно потому что все квестовые ну смысле именные чуваки и братишка об этом говорил так что походу мы по адресу пришли вопрос конечно может быть надо было как-то обязательно узнать этот пароль да каким-то образом может быть на бой дневник почитать и что-то тоже ты поспешил сразу ебанул до этого дядьку может быть зря даже до бля тогда это вся пещера я уже по кругу получается бегаю ого сундука тут никого нету вроде бы для ваш натуре на блоках то узнать пароль короче да и тогда бы я бою достал бы эти хрени и правда натуре а как можно было узнать этот пароль и это на раскопках всех уже вы не вспомните да то есть по идее я тоже бы никак бы не узнал то что на раскопках все мертвые были этих чуваков и всех обыскал у них только одежда всякое при себе бывали у кого не было того что мы ищем ну и плюс по идее главное у них же был этот финич правильно чисто логически до который тут стороне стояла у него тоже ничего не было пиздец никого скажешь так и не прошел сюда ну да ну а пока не берем мы попробовали да что называется зря конечно мы сюда пришли но попробовали но я так понимаю да наверное если бы я бы не убил бы всех на раскопках наверно можно было бы туда сбегать узнать как-то этот пароль каким-то образом да и наверное вот тогда бы вы как-то бы смогли бы добраться до этой хрени по квесту а ну а так типа как типа как залупа на получается ну иван тогда погнали в рыбацкую эту деревушку где-то там вот это да а в саму деревню меня нету да ну там до деревни недалеко убежать в принципе кстати по идее что за собой деревушке что же должен должен быть какой-то телепорт правильно на обществом поискать потому что тут такой телепорт не очень подкнулись за ли здание вообще такие волны тут не бог никому потом хрупа и такие моментально до появились оксати уровень набили отлично так и набили мы ловол такие из ниоткуда из грубых опадать и пришли так он давайте кушать эту железу да так теперь его мы подняли чтобы нам вкачать чтобы нам вкачать чтобы качать дать ловкость стать чего давно ловкость не качали так и очко умений плячь и общество собирался там дальше а устойчивость по бы еще до или я уже а нет магии земли да точно я хотел магию земли по прокачивать да ты все таки вообще магия в целом штука хорошая да мы что-то так на нее забили в последнее время устойчивость у меня уже даже более менее 5 5 эти ебучие вивер на этот просто какой-то ужасно ты посмотри мой меня даже травануть не успели представляете что творится что творится так значит мы можем рыбаку получать с того поехавшим буду ложиться до такой рыбак пахом типа как такая с тобой торговая не помнишь по идее вещи новые там а кстати у него есть вот эти тяжелые бомбы о нормально да при все можно у него кстеряющий дар отмычек купить пару штук бумаги с отмычками не очень все хорошо она продавать нам не получается нечего у нас только этот оркобой но тоже 39 уровня оружия а и вот сапоги можно продать бы у меня получается лучше да все к кстати я смогу кольцо одеть чуть я завтыкал совсем нефритовое кольцо с печаткой бонус к хп 8 бонус к умению вырвать щит один и еще будут защите от электричества 286 до вместо серебряного одеваем ну да это намного конечно получше а серебряная может теперь в парич отлично к так брата братанчик шо не уж то вергу наконец-то пусть собрался а а как видишь можешь рыбачить спокойно вот уж спасибо держи награду заслужил до свидания очка тысяча двадцать золотых у нифига себе кстати рыбак бреда ну тут конечно ножка туповато да типа рыбак в какой-то там задрочной деревне да там блять нищебродской и при этому отцы полном штуку с лишним золотых это офигеть конечно если такие бабосы и рыбакам дают то почему бы не стать рыбаком на что называется так тогда надо смотреть на кого-то найти я так понимаю здесь в этой деревне вот нам нужно найти какого-то террона холосу тартарон холос вот давайте поищем это просто пункт что он где-то в этом городе должен быть чисто логически он должен быть это в этой деревне правильно этот чувак ну блять то что мне называется кого ли он здесь в кого ли он говорил да то есть блять под сеткой не проплывешь этар какой-то т.н. столько именных чуваков так сиди даже немножко минус потому что тут почему-то у всех есть имена хотя некоторые ну обычнейшие npc с которыми не о чем вообще говорить да самая обычная писью да и так бы ты допустим видишь просто там горожанин там рыбак деревенщина да этим как бы просто пробегал мимо и даже не отвлекался бы на них а так из то что у всех имена ты блять начинаешь на всех их отвлекаться да там блять пытаться найти да пытаюсь начинаешь на всех отвлекаться и тебе сложнее из этого искать даже пиздец может он таки не здесь а по для мира натуре он ранее здесь чуваки и слушать единство что приходит в голову помните вот тут хибару такую мы вдалеке там видели и как вдалеке да когда отходили а деревушке вы такую хибару нашли типа счету еще типа как удивились может быть типа он там по квесту должен появиться вот когда мы взяли квест может быть он теперь появится этот чувак вообще как-то странно это было да тут целый такой дом домишко и при этом типа никого нихуя да да не нифига так никто и нету бля туда 4 не очень понимаю где искать этого чувака кстати защёкать дверь смотрите он может он здесь будет нету тоже никого нихуя нету но тут есть потеряю еще пару сундуков кстати опять таки да я чуть было не простыкал когда прошу разбегал пропустил так вот у нас ледяной ну давайте отравлены еще ставим так золотишко ментальный так зелье так колотушка хреновая штаны хреновые призвать упыря это школа декромантий кстати уже две карточки ну и призвать скелет нас 3 теперь карточки так вот еще простой замок тут у нас молния зелье золото лук судьбы можно взять думаю он стоит более менее ну и призвать скелета ученика так и это все до а кстати даже детская кроватка тоже есть так хреновый этот хреновый рукавицы 5 минут зелилой о исцеление еще свиток отлично у нас 800 хп при этом она тратит 62 воды теперь 1200 хп 68 маны блин да то есть моды совсем на понты больше тратишь но зато хп лечит конечно он так предельно больше давать кстати это сохраним такой прогресс в общем сухажером не очень понятно где искать да туда погнали короче к этой башне что-то по тропинке можно пойти к тому башне вот раз по идее это все равно ухажер он должен типа как зеленым подсвечиваться да потому что уж квестовый ну тут типа зеленый диалог у него должен быть я бегал никого такого вроде бы не увидел хотя общежу я так вот и что он где-то в городе должен быть а вот эти скапулари а так это типа это типа как вообще какая-то другая раса получается нифига себе давайте сначала скаун долина на разберемся правильно вот так это типа еще нифига себе это типа рыба люди какие-то смотрите офигеть но они тоже слабенькие они живущие достаточно да хотя у них хватает что называется долго убиваются но урон у них принципе вообще понтолый почти не коцают меня а я вас ног сбил братишку вот это проверим сейчас на этом чуваке смотрите вот его сейчас опа а когда я буду его пиздить а ну а ну да видите когда его пиздить что эффект снимается я понял да у него типа осьминог на башке смотрите с типа с одним глазом еще для те же вот еще типа как отличительная черта вот этот уровень за тут куча противников самая куча разных раз фауны да тут реально очень много самых разных противников но при этом как бы заметьте что еще учим прикол классный что при этом же как бы все разнообразно да вот даже вот этот вот чувачок какой-то скапуаре ведь они тоже по-разному выглядят то есть я живу ну реально во всех практически играх вот что я играл всегда вот есть какая-то модель когда и они просто к ну копипастятся очень редко там какие-то разновидности а здесь реально практически каждый монстр ведь он по-разному выглядит есть несколько моделек реально круто да такое просто реально не часто встретишь так у него значит был какой-то вот посох золотишко средний зелима на ледяная стрелок себя до сих пор не было ледяной стрелы представляете это первое что мы нашли а бля им не щит вывели кстати говоря сук я только сейчас заметил представляете еще хорошо что хоть обратил внимание на самом деле да то представляете как было бы обидненько сейчас не посмотрел ушел и опа призывает железного голема смотрите это типа как повыше уровень давите это не каменный голем бля я теперь даже не знаю ну в принципе можно взять вместо рук мертвеца я всех обыскал уже да вроде бы как последний получила щек до принципе можно взять вместо рук мертвеца по идее потому что ну такая магия она типа как задерживают она нужна натуре только научников по сути правильно да она реально нужно только научников мы их принципе не так что и часто встречаем да и в принципе с ними и так можно справляться просто что немножко геморр на да поэтому в принципе в принципе возможно железный голем был бы даже получше на самом деле 17 уровня он призывается три минуты тоже тут расскажешь вопрос у блять ну вы ехать блять я жгру насколько они охуенно тут все делают это пиздец то есть тоже даже големы да вот каменные по-своему выглядело пришел каменными тоже визуально очень понравился вот железный такой да аиронмен такой в одной руке наковальня в другой топор это же он такой давите вот такой чё ёпта чё такой нахуй да такой типа быкуют бля стальной голем на сушке в принципе даже каменные в принципе был такой нормальный чувак даже сейчас он еще тянул да неплохой урон уносил поэтому я думаю что этот стальной тоже будет не слабый дяденька да хотя вы увидите 17 уровень всего лишь что-то печально у меня-то уже 30 какой-то да ну да у меня уже 34 а он получается 17 из-за этого конечно высоко уровневых соперников он наверно будет не особо коцать вообще прикольно конечно сколько сколько тут контента в этой игре живут бред если бы еще анимацию бы не поправили бы все эти вот косяки баги лаги это вообще-то но это просто был бы пиздец а не игра просто супер ощущения ну ладно да я что-то заговорился давайте ребятишки на этом на шипу заканчивать ямко сюда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока